Христос воскресе! Из мертвых смертью смерть поправ, Исущим во гробе живот даровав, Христос воскресе! Сегодня на кладбищах море людей, горы цветов и куличей – такая традиция. Поминовение усопших, говорят священнослужители, – это важнейшее священодействие. Вот очень важно, чтобы это поминовение людьми совершалось по-христиански, чтобы не было поменьше, чтобы было спиртного, спиртным поминать. Это вообще не православные обычаи. Мы должны понимать, что мы приходим не пищей насладиться на кладбище, а помочь душам умерших людей, чтобы их участь там в вечности была благой. Радонецу православные христиане отмечают на девятый день после Пасхи. В этот день принято молиться об усопших. Что же касается самого названия, то оно – древнерусское, появилось задолго до христианской веры и восходит к языческим корням. Церковь сохранила название праздника, но наполнила его православным смыслом. Но многие этот праздник толкуют по-своему. Эту неделю всю они были как бы с нами, вот в семье, вот все. А сегодня мы их провожаем опять так же в путь их, в иной мир, как сказать. Выпить, как помянуть, это русская традиция. И положить вот на могилку вот это все, цветочки, пасочку, яйцо, все, что можно, чтобы, возможно, другие тоже подойдут и так же помянуть. Говорят, что они в этот день с нами. Царство им небесное. Пусть спят спокойно, светлая память. Родители похоронены, бабушки, дедушки, все вот на этом кладбище. Сейчас дальше пойдем, вспоминаем. Это настолько важно, что это должен делать любой человек, осознающий, что мы здесь люди временные. Это очень хорошо, что в Краснодарском крае такой день, и что он выходной. Все могут прийти, и главное, что с семьями, чтобы продолжить традиции, чтобы они знали, где похоронены их предки. И добирались хорошо, потому что я видела, что на многих автобусах было написано, что они идут по маршруту, например, 122-го на кладбище. Так что очень хорошо. Не помянуть, не убрать могилку, не положить цветочки, это нельзя. Надо обязательно помнить, обязательно нужно любить, обязательно, пока мы живы. Казаки, везде все охраняется, здесь милиция, все это, как бы культурно, все это люди поминают. Очень много детей, мне это очень радостно видеть, тем более сейчас в преддверии 9 мая. И вот мы обязательно с мужем сходим 9 мая, здесь братская могила захоронена, это старое Дагомысское кладбище. Обязательно придем, цветы возложим нашим солдатам. Очередное упоминовение усопших, намеченное на 9 мая, митинг памяти погибших солдат на мемориале воинской славы запланирован на 9 утра.